В областной столице презентовали книгу о киноклубе Тюменского государственного института культуры. Две части включают фотографии, краткую хронологическую информацию и публикации средств массовой информации региона за 15 лет существования клуба. Подробности далее. По-семейному уютно и тепло. Здесь за чашкой чая вот уже более 15 лет собираются студенты, преподаватели, тюменцы, интересующиеся настоящим кинематографом. Киноклуб, родившийся с легкой руки Натальи Соколовой, стал по-настоящему культовым местом. Я когда посмотрела фильм, то один из фильмов первых, мне понравилось. Понравилось то, что есть обсуждение, понравилось то, что непринужденная обстановка и интересные программы. И вот так я стала ходить и мне нравится, до сих пор хожу. Программы очень интересные. Мы показываем такое кино, которое не видишь в кинотеатрах. И мы приглашаем в качестве кураторов и авторов программ действительно настоящих знатоков. Вот сейчас у нас только что завершила работу программа «Три лица китайского кино». Сейчас стартует программа лучшей европейской полотнометражной анимации. Любовь Натальи Соколовой кино знает, пожалуй, всякий. Ею она делится с каждым, кто приходит в киноклуб. Какие-то свои курсовые работы я делала отсюда. То есть приезжала к Наталье Павловне за консультациями, за различными. Записывала интервью у нее как у специалиста по кино. Согласитесь, она все-таки единственный специалист в своем роде, наверное, на всю Тюменскую область, которая действительно любит кино. Сотни фильмов, тысячи зрителей. Многие из них сегодня профессионально занимаются кинематографом как в России, так и за рубежом. Их теплые отзывы, фотографии, хронология киноклуба вошли в книгу, выпущенную к 15-му дню рождения. Этапным, вспоминает Наталья Павловна, стал седьмой сезон. Именно тогда появился проект, ставший известным на весь мир. Мы задумывали, собственно, совместно с ГТРК «Регион» свой первый фестиваль телевизионно-документального кино. И до сих пор в регламенте фестиваля я пишу, что фестиваль документального кино «Кинза» – это совместный проект Тюменского государственного института культуры и ГТРК «Регион Тюмень». И Светлана Федоровна Назарова является членом оргкомитета фестиваля. «Кинза», «Киноконструктор» – многочисленные лектории и мультикультурные проекты, обязаны своим появлением именно киноклубу. Наталья Соколова полна идей и новых планов, ведь современный кинематограф вовлекает всё большее количество людей. Аксинья Усольцева, Борис Беляков. Новости культуры.